Вы знаете, у войны, как вообще у жизни, нет выходных, каникул, дня и ночи. И события в Авдеевке, трагичные события, показали, что ночью и днём, в каждую секунду, страдают люди, которые оказались жертвой геополитических, внутриполитических игр. Они действительно ничего не понимают, что происходит. Они держатся за свои последние дома и квартиры, как последнее пристанище на этой планете. Вот тоска этих людей, они даже не с нами говорили, не с государством, они как в космос. А что нам остаётся? Я хочу слова поддержки и извинения за то, что именно им выпало на долю быть пешками. Постараюсь аккуратно по поводу политических оценок, потому что я много для себя понял и услышал, когда услышал нашего представителя в Совете Безопасности ООН, нашего президента и блок нашего генерального прокурора. Если подвести черту, то кратко. Нужно понимать, что события, разворачивающиеся сейчас на Донбассе, это даже не 2014 год, не Яловайск, не Дебальцево. Воюют подготовленные армии. И как сказал один из представителей ОБСЕ в Украине, спланированные операции. Выяснять, кто первый стрелал, будем ещё долго. Но мы поставили себя и весь мир на самом деле на грани той самой межгосударственной войны. Межгосударственной. Не эпитет, не определение, как стреляют войны, как в межгосударственном состоянии Украины и России. И это мы сегодня через наших дипломатов, политиков транслируем миру. Второе. Мы реально сталкиваемся с угрозой того, что все соглашения, пусть даже условные, схолостичные, несбалансированные, так называемые минские соглашения, могут стать ничтожными в эти дни. В смысле правового влияния. Почему? Потому что если будет фактический отказ от этого мифа о минских соглашениях, посыпется как карточный домик вся система организованной, институализированной помощи и поддержки Украины. Со стороны международных организаций и отдельных стран. Это сейчас, в этой ситуации. Ну и третье. Я напомню, что бои сейчас происходят не где-то в Луганской степи. Есть такое понятие городская агломерация. Если раньше мы могли ошибаться и думать, что участники переговоров в Нормандии, участники минской группы что-то не понимали, то сейчас можно утверждать, что был проигнорирован тот факт, что это не просто столкновение вооруженных сил Украины и сепаратистов, что это происходит на особой территории. Донецкая агломерация около двух миллионов населения. Ну сейчас, наверное, раза в полтора-два меньше, но даже миллион. Это Донецк, Макеевка, Авдеевка и так далее, Марьинка, Красногоровка, где люди, коммуникации, промышленные объекты, целые кластеры, вот так связаны. Какие бои! Там даже перестрелка обыкновенно стрелковым оружием несет потенциальную угрозу даже техногенной катастрофе. Не говоря уже о том, что там есть техника, крупнокалиберное оружие. Поэтому все спекуляции, кто первый стрельнул, они хороши, извините меня, информационной войны. Но первое, что должны были поставить политики после шока Иловайска, это вообще были территории, неприкасаемые территории мира по определению. Потому что любая трагедия оборачивается катастрофой регионального масштаба. Уже сейчас есть заявление, что техногенные катастрофы несут континентальную угрозу. А теперь подождите, что быстро. Есть тактические задачи, средние, да и стратегические. Тактические. Глава государства обязан, он извините, глава государства, сейчас оперативно обращаться в Москву и обращаться к нормандской группе. Нужна встреча, ну как бы в двойном формате, нужны переговоры глав государства, потому что, в конце концов, Путин за свое государство, Порошенко за свое государство отвечают. И они стороны переговоров, они должны брать из себя ответственность, и протокол подписывать, а соглашение о условиях границы, пути к миру. И это все должно происходить в нормандском формате. И четверка должна решить сейчас две проблемы. Это дать добро на Минск-3, то есть, как говоря, на пересмотр протокола, чтобы не срывать вообще дипломатический процесс. И второе, организовать международное расследование, связанное с Авдеевской компанией. Потому что мы на грани. Мы на грани. Второй момент. Я считаю, я считаю, что это позор, что именно в украинском политике и медиа идет поэтапная дискредитация ролей и местных международных организаций. Что говорят о роли ООН, что говорят о роли ОБСЕ. Как раз ОБСЕ, мне кажется, внятно дало понять, что это двусторонняя компания, винаты обе стороны. А значит, раз у нас только разнощение, кто первый начал, каждый дневный, ежесуточный мониторинг ведения боевых действий с использованием ГИС-данных, с использованием, с увеличением контингента. И это нужно делать в эти дни. Чтобы никто не позволил себе объяснять, кто первый стрельнул. И это, видите, уже вы за время. И последнее. Что касается дальнейшего. Сейчас говорят о касках, говорят о возможных там разведениях. Ну, какое разведение? Простого, стандартного решения быть не может. Нужно говорить о нейтральной территории, многокилометровой, особенно учитывая агломерации. Нужно говорить действительно о привлечении касок. Ну, возможно, ООН, возможно, под ГИДО ОБСЕ. Но это же промежуточная мера, а значит, перемирие, в котором предмет переговоров будущее, территории, с участием в том числе и сторон, которые определены как террористы, потому что они контролируют эту территорию. И последнее, нужна формула устойчивого мира. Это предмет переговоров Минской группы. График нужен, он месячный. Спасибо. Но если просто это не произойдет, мы стоим на грани того, что можно назвать настоящей европейской войной.